приветствую подписчиков со стажем новых зрителей вот такая штука я в не силен в раритетных тем более моделях на этом ноже к сожалению лазерная гравировка стерлась но давайте посмотрим и я расскажу как сэл глессер раньше делал ножи нож прошел в крайне удручающем состоянии у него были сорваны все четыре винта вот здесь и здесь у него не работал замок абсолютно то есть у него был адский люфт просто какой-то жутчайший и при этом compression lock пролетал до самого конца плашки и ничего не ну как бы не фиксировал вот данном случае была проведена заточка она у нас выглядит примерно вот так подводики у нас вот такие вот значит замок до близко к концу но не задевает плашку можете поверить на слово либо вот я на свет сейчас покажу вот не задевает замок держит надежно люфта в общем то никакого нет точно так же как ему и полагается он как следует мне прищемил палец только что ну и собственно говоря что тут скажешь что тут сделаешь шайбы очень странные это очень очень тонкая но не фторопласт а какая-то прозрачная пластмасса вот механический нож работает в принципе очень даже неплохо посмотрите на винты все четыре винта стоят другие каленые американские винтики стандартного размера вот как ни странно вот эти не сорвались остальные сорвались смотрите как народ не заморачивался у них виды одной длины здесь были и здесь они просто были вот туда вот так утоплены зверски с этой стороны и с этой стороны вот нож на самом деле механически изначально достаточно провален потому что несмотря на наличие в принципе compression лока там того что все в порядке и так далее есть такая серьезная сложность проблема из-за того что очень тонкие непонятно из чего шайбы и из-за того что в принципе всего два винта очень сложно отцентровать клинок и в общем и целом при хорошем механическом состоянии замка при адекватном при адекватной сборке клинок все равно не по центру учитывая что у него здесь нет даже миллиметрового зазора на ну реально нет миллиметрового даже зазора на обе стороны да то он не по центру и выставить чтобы я не делал по центру не получается ну а сам по себе нож конечно прикольный что надо похвалить что закалка стали да на ура то есть это у них традиция форма как ни странно до держать удобно здорово вот этой штукой можно пользоваться вместо выема но в целом зачем этот предмет нужен я не очень понимаю но во всяком случае это прикольно как ни странно вот это отверстие наверное кому-то будет на своему не отверстие выемка будет у кого-то на своем месте у меня точно нет это не под клипсу потому что нет здесь отверстий да как бы потому что замок вот в общем то странный дизайн но как ни странно клипса не то чтобы мешала нет но она чувствуется и в принципе нож схватить прям очень удобно можно только вот так вот странный дизайн странный нож проблемный нож механический но мастерская сделала то что было возможно было сделано вот такая история что скажете интересно ваше мнение